Стихотворение Евгения Евтушенко Настя Карпова Было столько в глазах Йокарева, что почти они были черны. Приставали к ней, приставали, с комплиментами каждый лес. Увидав ее, приставали за обедом смазчики рельс. Один интендант военный, в чай подкладывая сахарин с убежденностью откровенной, звал уехать на сахалин. Понимаете? Понимаете? Это вы должны понимать, вы мне всю жизнь поломаете. А зачем вам ее ломать? Настя голову запрокидывала, хохотала и чай пила. Сколько баб ей в зиме завидовало, что такую она была. Настя Карпова. Настя Карпова. Сколько помню, со всех сторон над ее головой укаркала молодых и старых ворон. Сплетни, сплетни ее обличавшие, становились все злее и злее. Все. Отпоры ее получившие, мстили сплетнями этими ей. И когда в конце 43-го прибыл раненый муж домой, он сначала со сплетнями встретился, а потом уже с Настей самой. Верет сплетням, сильнее, чем любимым. Он собой по-солдатски владел, не ругал ее и не бил он. Тяжело и грозно глядел. Складка лба поперек вливая, планки орденские на груди. Все вы тут, пока мы воевали. Собирай свои шмотки. Иди. Настя встала, как будто при смерти, будто в обмороке была. И беспомощные слезы брызнули. И пошла она, и пошла. Шла она от дерева к дереву, посреди труда и войны. Под ухмылкой прыщаевой деверя и его худосочной жены. Шла потеряна. Ноги не слушались. И пробив мою душу навек, тяжело ее слезы рушились до земли, пробивая снег.